Всем привет! Знаете, с чего я хочу сейчас начать свой влог? С одного дурацкого просто случая. Я вам сейчас это покажу. Дело в том, что из-за этого мы поругались с моим мужем, и я вам сейчас объясню, что к чему. Вот посмотрите на первом этаже, кто его написал. «Гель, хочу тебя». Я вот просто в шоке. Я вот даже поплакала немного, потому что мы сейчас с мужем из-за этого поругались. Он просто поднялся домой и говорит, «Ты видела, о чем на первом этаже написано?» Я говорю, «Нет». Ну, я думала, объявление какое-то. Он говорит, «Спустись, посмотри». Я, в общем, спустилась, походила, посмотрела. Объявлений таких особо нет, которых я не видела. И тут такая нажимаю лифт, вызываю, чтобы смотрю надпись. Я, если честно, просто в шоке. На самом деле никто не знает, где мы живем. Я сейчас даже догадываюсь, кто это сделал, и я вам расскажу. Буквально 10 минут назад мне доставил курьер посылочку. Так, это, по-моему, польская косметика, если я не ошибаюсь. Пасси, писси, пэсси, пэсси, по-моему. Рисовую пудру, тональная основа, длительного действия для сухой, нормальной, чувствительной кожи. Ну, у меня, конечно же, кожа ближе к жирной, поэтому я не знаю. База под макияж со светоотражающими частичками. Ну, я вот их вижу прям. И они еще из такого розоватого цвета. Румяна. Две помады. Розовая и красная. Это тень для век. Вот такая посылка мне сегодня пришла. Перешла все границы. Получается, что кто-то знает, где я живу, да? И меня смотрят разные люди. И, конечно же, среди моих подписчиков может быть кто угодно. Там, вплоть до какого-нибудь фанатика, я не знаю. Может быть, кого-то я там обидела каким-нибудь своим высказыванием, я не знаю. Ну, вот все, что угодно может быть, это какой-то бред на самом деле. Алмата, в принципе, маленький город. Можно догадаться, где я живу. Но я так себе думаю, неужели в Алмате есть какой-то фанатик, кто прям высидел, где я живу, прям прошел сквозь охрану. Там у нас охрана стоит. И прям зашел как-то через домофон. Узнал именно какой подъезд, да? Потому что подъездов там много, в принципе, во дворе. До меня вот постепенно доходит. Сегодня, в первой половине дня, мне доставили посылку. Доставил курьер прям к двери. Получается, молодой парень, курьер, парень лет 25, доставил мне эту посылку. И вот, знаете, вот он нарушал интимный слой, как я говорю. То есть вот я вот стою, а он ко мне прям близко подходит. Вот прям очень близко, прям вот чересчур близко, да? Он мне дает расписаться и прям ко мне приближается. Я начинаю от него отходить подальше. Он опять ко мне приближается, я подальше. Потом он отдал мне посылку. Я вот когда стала дверь захлопывать, и он поставил так ногу, как будто бы, типа, не закрывай дверь. Я там хочу что-то еще тебе сказать, да? Может, он там запарился, устал. И как-то он ногу забрал, и я закрыла дверь. Я сейчас понимаю, что, скорее всего, это написал он. Потому что везде я расписывалась при получении посылки. Я написала гейн, думаю, раз уже на эту фамилию доставили, так и напишу гейн. Представляете? Почта называется X-Line. Вот просто я сейчас понимаю, что больше никто не мог войти в подъезд, узнать, какой подъезд, и написать вот эту хрень. Потому что, ну, это бред на самом деле. Вот честно, бред. Вот я просто надеюсь, да, на это, что это просто почтальон, который просто меня там увидел и решил вот так просто написать, да? Не знаю, что у меня есть муж там. Ну, вот просто такой больной. Потому что если это какой-то фанатик, который вычислил, где я живу, и с каким умыслом этот человек это написал, это, конечно, уже хуже намного, чем вот этот, например, почтальон. И вот в связи с этим мы с мужем поругались, потому что он начал мне говорить, вот видишь, до чего это довело, а у тебя вот ребенок, и ты ни о чем не думаешь, ты эти посылки заказываешь без конца, ездишь на разные встречи. И из-за этого я решила немного прогуляться. Сейчас под вечер пойду, может быть, в мега-центр схожу. Вон он как раз рядом. Но у нас так тепло в Алма-Ате днем, прям очень жарко, лето. Все девушки пораздевались с открытыми там, с оголенными плечами все гуляют. Я еще пока не решаюсь, потому что буду заболеть. Вот, а сейчас я, может быть, еще схожу в солярий, посмотрим. Он за мега-центром тоже находится. Я уже давно хотела пойти в солярий, позагорать. Вот, я знаю, что это вредно, но, блин, мне пофиг. Вот, я хочу прям пойти сейчас, походить. Ну, может быть, пять раз схожу, посмотрим. Но я хочу позагорать немного. Хочу показать вам посылку, которую разбили на три части. И вот, вроде бы, это уже заключительную часть нам прислали. Вообще, в предыдущих влогах я показывала тоже девушки, которые нам присылали. Почему-то один наш заказ разбили на три пакета, и каждую неделю доставляют по одному пакету. Вот, вроде бы, это последний уже пакет, который сегодня доставили с игрушками. Сейчас я поеду со своей дочерью в садик. Я думаю, что она очень-очень сильно обрадуется, потому что свинка Пепа – это, конечно, нечто. Здесь шкаф, диванчики. Я не знаю, есть ли там куклы. Я хочу сейчас открыть и посмотреть. Так, человечков здесь нет. Ну, я так и знала. Но зато здесь все, как бы, так укомплектовано, и все деревянное. Это меня радует. Кстати, очень классный набор с пластилином для шашлыка. Конечно, вид у него абсолютно не товарный. Все какое-то разветовано. Сейчас достану. Посмотрите, пять коробочек пластилина. Я сейчас проверю, нормально ли он, не сухой. Главное, чтобы он был липкий. И вот здесь нужно изготавливать. Можно что-то, его засовываешь, что-то он выходит с этих отверстий. А здесь, в общем, тоже вот это придавливаете, получаются формы. Пластилин мягкий, свежий. Так, мы уже разобрали этот комбинат по производству макарон. Очень прикольная штучка. Так, вот сюда запихиваете. Запихиваете, потом рычагом вниз. И вот отсюда вылазят такие штуки. Вот, мы их вот так берем, складываем. Макарошки. Здесь у нас разного цвета пластилин. И можно, кстати, переставлять так форму. И вот, уж такое вот вылазить. Всем доброе утро. Я показываю свои ужасные брови, чтобы вы знали. Вот, посмотрите, что с ними стало. Дело в том, что татуажу моему пришел конец. Ну, уж давно. Как бы все это началось дело на море. Потому что часто я загорала и не защищала никак брови. Ну, тем самым у меня быстрее татуаж исчез. Ну, вот немного, видите, кончик остался. Ну, и то вообще не дело. Поэтому мне нужно по-любому сейчас вот так делать татуаж. Потому что вот здесь у меня брови мои не растут. У меня брови, они вообще какие-то другие. Вот здесь по нижнему ряду. Вот тут они. А вот так низко они мне не идут. Я сразу только вот становлюсь угрюмая. Поэтому мне нужно по-любому делать изгиб. Все это при помощи татуажа. И, ну, вот здесь тоже, видите, до половины. А здесь потому что они вот прям вот к низу идут. И ужасная форма. Поэтому я сейчас еду к визажисту Ольге, к своей подруге. Она очень классно рисует брови. Кстати, вам вот тогда понравилось видео я показывала. Она мне нарисует сначала форму, доведем до идеала. А затем я пойду прям рядом возле Альдакопола Леннен кабинет к Лене к Жуковой. Ждала я два месяца, пока моя очередь подойдет к ней. Потому что, ну, у нее запись нереальная наперед. Вот. И, наконец-то, сегодня тот день, что я пойду сделаю себе нормальные брови, красивые. Потом вам все покажу. И у нас погода просто отвратительная. Вот идет дождь, серость. Но сказали, вроде бы завтра будет уже тепло, солнышко. Вот мне Олечка нарисовала бровки. Я думаю, мы с Леной еще немного подправим их под идеал. И будем делать татуаж. Да, углы мы сделали мягче намного. И начало более такое растушеванное. Ну, симметрично все. В общем, нам нравится. С волосковой техникой сделали одну бровь. Она сейчас немного темнее. Она будет светлее. И будет немного поуже. Вот мне Леночка доделала татуаж бровей. Волосковой техникой делали. Ну, тут немного кровит. Но все это заживет. Причем они станут намного уже. И светлее. Они так будут заметны. Но потом вы все увидите. Поэтому сейчас там не пишите, что они темные. Вот они там то-се. Все это изменится в два-три раза. Станут они светлее и меньше даже сами по себе. Но форму мы поменяли кардинально. Я сейчас по-другому оформляю брови свои. Я делаю их более широкими. Вы видели. Но татуаж бровей это не значит, что я не буду оформлять свои брови. Я по-прежнему их буду оформлять. Красить их буду тенями и так далее. Когда они заживут. Потому что все равно. Ну, потом вы дальше увидите. Я вам дальше все покажу. Делала опять я татуаж у Лены Жуковой. Я снимала отдельное видео. Как это все делается. И вообще она отвечала на очень интересные вопросы. Интересующие вас всех. Если вы не видели это видео, то обязательно посмотрите у меня. Я ссылку на него оставлю под видео. Всем привет-привет. Сегодня пятница. Я целую неделю не снимала влог. Потому что я не хотела показывать свое лицо. Так как мои брови до сих пор еще не отошли от татуажа. То есть еще корочка у меня не сошла. В общем на днях уже татуаж бровей будет отходить. Корочка будет слазить. Будет это все намного светлее, приятнее, гармоничнее. Сейчас я напоминаю себе трансвестита опять. Потому что на брови такие черные. Я сделала яркий макияж. Сейчас еду на встречу с подругой, со своей Региной. Мы попьем кофе и обсудим кое-какие дела. Как легко может женщина перевоплотиться из элегантной леди в пацана. Я всегда устаю ходить на каблуках, в юбке. Я не знаю, модничать, знаете, такая вся типа леди. Очень я устаю от этого. Поэтому чаще всего я хожу именно вот так. И мне в этом образе очень комфортно. Я считаю, что девушка должна в повседневной жизни легко, максимально комфортно одеваться. Чтобы чувствовать себя хорошо. А если, конечно, у вас какие-то важные мероприятия, то можно надеть и каблучки, и юбочки, и платьюшки. Полупендриваться, да. Потом прийти домой, все с себя снять и опять релаксировать, как это делаю я чаще всего. Вот, я очень кайфую, потому что, во-первых, у нас погода потрясающе тепло. Я вообще в майке, в этом комбезе своем старом. Иду в мегацентр. Мне нужно сфотографироваться на документы. И потом я пойду в солярий. Сегодня мы встречались с Региной. Я вам говорила, что я буду навстречу с Региной. Она мисс Казахстан. Она очень хорошая девочка. Девочка, несмотря на то, что она мисс Казахстан, она очень хорошая. Вы знаете, бывают же хорошие девушки. Вышла с солярия, хожу по 6 минут. Я хочу много ходить, по чуть-чуть. Главное, регулярно, но по чуть-чуть. Пропустила же неделю, не ходила. Вот, и теперь иду и думаю, можно ли ходить в солярий, когда я только что сделала татуаж бровей. Ну, 3 дня назад. Сомневаюсь я, что можно было так делать. Но не знаю, уже еще, в принципе, горка же еще не отошла. Надеюсь, что все будет в порядке. Публиковала буквально минут 30 назад в инстаграме, что я сделала татуаж бровей. И опять началось. Типа, что ты раньше не делала, а твой муж знает, не знает. Он же за натуральность. Как ты решилась. В общем, такие вопросы начались. Это доказывает то, что те, кто писал эти вопросы, не все смотрели видео мои. То есть у меня есть старое видео о том, как я делала татуаж. Потом 2 года назад еще раз, как я делала татуаж. Я постоянно об этом рассказываю. Мой телефон звонит. Звонил курьер, чтобы доставить посылку. Я уже их боюсь слушать. После того инцидента, как написал этот чувак, блин, гейн, я тебя хочу. Я теперь не знаю, блин, что мне делать. Вот, а ну как отреагировал муж на это, сейчас немного с темы спрыгну. То есть мы помирились уже, все выяснили, он забыл, что там кто-то что-то писал. Я не стала звонить туда на почту, говорить, жаловаться. Потому что, я не знаю, я побоялась, мало ли там, может он действительно какой-то больной. Потом еще придет проследить, да. Я не стала жаловаться. Короче, думаю, ладно, скоро тем более уедем. Никто не видел видео о том, что я делала татуаж. Я уже, наверное, 5 лет или 6, я уже 150 раз об этом говорила. Я делаю всегда татуаж бровей. Просто в этот раз он у меня вообще испарился на море. Ну, то есть пора его пришла, длится татуаж примерно, ну, по крайней мере, у Лены, которую я делаю, год-полтора. Потому что у нее натуральные краски, девчонки. Кто-то еще написал, вот сделала широкий, а вдруг мода на широкий опять изменится. Ты, короче, широкий сделала. Ну, я не переживаю, еще мода будет на них год, это точно. Год у меня будет держаться татуаж, а затем он опять будет у меня тускнеть и исчезнет. Я вообще не переживаю по этому поводу. Потом я сделаю другой цвет. Если я перекрашусь в блондинку, я другой цвет себе сделаю. Я не переживаю, потому что краски у Лены хорошие. Опять телефон звонит. Снова иду по этому жуткому паркингу. Главное не встретить курьера, блин. Я теперь его из головы, слушайте, не могу выбросить. Мне теперь так страшно вообще. Я теперь по вечерам одна в магазин не хожу. Что знаете? И с собой ношу я пистолет. Вот сверху корка, которая, я надеюсь, на следующей неделе отпадет. Станет бровь потоньше, посветлее, более, знаете, такой цвет будет гармоничный, приятный, не такой темный. Если что-то не так уж будет, знаете, там где-то криво или перебор, то у Лены есть лазер, она все быстро удалит, если мне что-то не понравится. Да, и сейчас я вам покажу свой чемодан визажиста и немного расскажу вам про курсы. Ну, в общем, что мне они дают, ну, вкратце буквально сейчас покажу, где ты, где ты, где ты. Вот он мой огромный чемодан. Я извиняюсь, здесь беспорядок, я как бы не собиралась пока вам показывать, но что-то решила показать. В общем, очень классный чемоданчик. Покупала я его там же в мейкап-студии. Очень такой стильный, красный, мне понравился, очень креативный, потому что все остальные чемоданы, которые я видела, они какие-то все однотипные, одинаковые. Этот был необычный и такой достаточно большой, вместительный. Мне он понравился. Косметика, на которой я работала, это вот профессиональная косметика мейкап-студия. Кокап-база, две тоналки, которые я смешиваю. Вот я сейчас подзагорю немного, буду побольше добавлять темного цвета. Вот, вот эта штучка мне очень-очень нравится. Корректор для жирной кожи, он очень плотный. И я высветляю им именно вот середину, там вот эти зоны, которые нужно высветлять. Мне очень нравится, как он растушевывается. И нет, вы знаете, такого эффекта дешевины какой-то или белизны. Он может растушеваться до легкой-легкой дымки и иметь такой подсвечивающий эффект. И вот корректор кремовый, экстра-дарк, да, мой любимый. Он тоже клево растушевывается, не оставляет пятен. И цвет натуральный, без рыжины. В общем, мне нравится. Корректор плотный, обычный. Он мне очень-очень напоминает от фирмы Мак. Корректор плотный, белый. Сами знаете, для чего. Так, здесь еще у меня есть Blue, называется корректор, но он не значит, что он голубой. Этот корректор Blue с оранжевым пигментом, он убирает синяки под глазами. Классно. Тени для бровей у них в двух вариантах. Есть Dark, вот он, вот такого темного оттенка. И он очень хорошо подходит темноволосым девушкам. А светленьким девушкам я оформляла брови вот этим блондом. Цвет блонд, но у нас ассоциация, конечно, блонд это значит белый. Но блонд это, знаете, такой коричнево-серый цвет, который подходит блондинкам. И даже я им оформляю себе брови, и мне идеально этот тон подходит. Хайлайтер мне очень понравился в Makeup Studio. Он с мелким-с мелким помолом. Один блеск у меня сейчас в сумочке. Но это просто обалденный блеск для губ. Он очень-очень стойкий. Я таких стойких блесков давно не встречала. И еще у меня два универсальных цвета. Они подходят вот всем буквально, просто под разные макияжи. Вот я когда девчонки приходили, я практически всем им красила. У меня другой есть, немного розоватый. И вот этот более коричневатый, ну классно подходит вообще. Практически всем подходит. А, вот забыла. Еще сухой корректор у меня есть. Он тоже очень клевенький. Я им практически всем делала тоже контурирование лица. Ну а что касается основных курсов визажиста, то, конечно, это бесценный опыт. Мне понравилось общение. Я там познакомилась со многими девчонками. И я, оказывается, так соскучилась именно по такому общению, по работе какой-то. Потому что я очень давно не выходила в общество. И так коллективно ни с кем не общалась. Именно так масштабно. У меня тут след от очков. Не обращайте внимания. Я, конечно, познакомилась не со всеми, но со многими своими подписчицами. Потому что я говорила вам, что я делала конкурс. И своих подписчиц я брала в качестве модели по две модели в день. Девчонки кайфанули. Я кайфанула по-полному. Я так набила руку классно, что я теперь, в принципе, не боюсь делать макияж. У меня хорошо получается. Вы сами видели. Конечно, я еще хочу, еще, еще, еще хочу разных поучиться. Я не хочу останавливаться только на вот этом. И сейчас пойти прям работать. Я посещу разные курсы, набью себе руку, уж действительно, профессионально. Потому что каждый преподаватель все равно вам по-своему будет преподносить информацию. И это прикольно. Потому что каждый по-разному. Вот даже тогда Нигары не было, мне другая девушка преподавала. И уже по-другому. И я так кайфовала. Одна от ноты говорит, другая другое. Ну, в принципе, одно и то же. Но все равно как-то каждая по-своему преподносит. И я поняла, что нужно ходить к разным. Конечно, девчонки, мне нравится заниматься женскими делами. Вот я поняла. Всю жизнь я занималась мужскими делами. Я работала на папу своего. Там что-то связано было с машинами, я помню. Какие-то документации. Я пахала как лошадь. Творчеством я не занималась. Теперь, имея канал свой, имея дипломы такая, награды, я поняла, что творчество это мое. Что все равно женщина должна заниматься женскими делами. Конечно, кто-то может и поспорить, что визажист это женское дело. Много и мужчин-визажистов, да, сами знаете, каких. Мне нравится экспериментировать с макияжем, с прическами, с одеждой. Я хочу обучиться всему. Конечно, я не знаю, там, хейр-стилистом буду я или нет. Но я бы хотела. Я бы хотела еще обучиться на дизайнера. Там, модельера, дизайнера. Не знаю, как это сейчас принято. Я бы хотела какие-то азы выучить. Мне, короче, нравится эта сфера. Может быть, кто-то скажет, что мне уже поздно, да, в мои годы. Ну, я там не слишком уж старая, простите. Но я думаю, что никогда ничем не поздно заниматься. И многие девочки спрашивали, кстати, у меня в Инстаграме, там, что мне 30 или мне 35. Не поздно ли я вот тоже хочу учиться на визажиста, пойти на курсы. Не поздно ли я? Я считаю, что никогда ничего не поздно делать. Так что нужно постоянно, постоянно совершенствовать себя. Что-то новое. Знаете, как сказали японцы? Нужно каждые 3 года менять свою работу. И каждые 5 лет менять кардинальную сферу деятельности свою. Тогда человек не останавливается. Тогда он движется, развивается. И он развивает себя очень круто. Поэтому я вот решила, может быть, пока я буду в таком направлении именно фэшн, да, индустрии, может быть, через 5 лет я сменю кардинально свое хобби или свою работу, буду заниматься чем-то кардинально другим. И это будет меня вдохновлять. И за счет этого я буду молодеть. Вдохновляться, молодеть и чувствовать себя просто клево. Потому что чем больше вы будете делать ребрендинг, так говорится, да, тем будет лучше для вас. С утра начала, не то что с утра, целый день что попало ем. Булочки, конфеты, печеньки. Смотрю на фрукты. Не хочу фрукты. Хочу печеньки. И прям организм у меня требует печеньки, хлеба. Вот того, чего нельзя. Я прям, я не могу свой рот закрыть на замок. Я постоянно кушаю всякую гадость. Купила кашу себе, орешки, там, я не знаю, буду фруктики покупать. Питаться теперь буду правильно, пить кефирчик. Что еще там делают? Супчики, салатики. Откажусь от сладкого, от мучного, от жирного. В общем, все, буду страдать опять. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, смотрите влоги. Следующая неделя опять будет влог. И покажу вам брови без корки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok